Продолжение следует... Я тоже не могу отказать себе от соблазна тоже дать свое определение справедливости. В моем понимании справедливость – это воздаяние должного каждому. Он ничем не отличается по содержанию от того, что сказал Владимир Николаевич, но он без всякой такой исторической привязки. Должного каждому. В этом плане усадебный дом – это ключ к социальной справедливости. И какие проблемы он решает, социальные проблемы, давайте посмотрим. Я считаю, что это вообще ключ решения всех или почти всех социальных проблем Российской Федерации. Какой основной вызов сегодня России? Это депопуляция населения. При сохранении существующих демографических тенденций через три поколения численности России не превысит 60 миллионов человек. А численность государства, образующего русского народа, при этом снистится до 20 миллионов человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какой же государство образующий будет при таком соотношении численности? Да и вообще, какое после этого останет государство со всеми вытекающими отсюда последствиями? Мне нравится определение, есть такой Игорь Настыряев, по-моему, такой вот он, бард, поэт. Он сказал, что каждый многоэтажный дом – это памятник умирающей деревни в городе, естественно. Лучше не скажешь. Что спасет Россию от вымирания? Усадебный дом для 10 миллионов молодых семей. Почему 10 миллионов молодых семей? А не 20, не 5, не 7, а потому что мы сегодня можем набрать в течение 15 лет, в репродуктивного возраста от 20 до 30 лет, только 10 миллионов молодых семей. Такова у нас сегодня демография. Значит, следующее – родительское пособие в размере 50 тысяч рублей в месяц, начиная с трехмесячной беременности и до 2,5 лет, то есть в течение 3 лет. 1800 рублей за каждого ребенка. Это выгодно, государство, выгодно. Мы с Робертом Искандеровичем беседовали в перерыве и пришли к такому пониманию, что каждый человек у нас в Российской Федерации производит в течение жизни 100 миллионов рублей добавленной стоимости. Из них 40 миллионов – это налоги. 2 миллиона вложил – получаешь 40 миллионов. Это даже как не цинично звучит, но это выгодно с экономической точки зрения. Для Сибири и Дальнего Востока компенсация 25% стоимости усадебного кредита за каждого ребенка, начиная со второго. 5 человек, 5 детей – все, дом достается тебе бесплатно. Ну и предоставление льготного кредита для организации семейного предприятия. Население России через три поколения при равном уровне рождаемости. Это как бы мой личный расчет и мой прогноз. При существующем, мы уже говорили, 60 миллионов. Если два ребенка будет в семье, это 90 миллионов через три поколения. Три ребенка – 170 миллионов. Четыре ребенка – это в трех поколениях. Это будет 290 миллионов. Пять детей – это 480 миллионов рублей. Мы какой ряд с вами принимаем? Мне кажется, что где-то между третьим и четвертым где-то должна быть у нас примерно такая рождаемость в семье. Следующий. Для успешного усадебного строительства необходимо решить три проблемы. Первая проблема – финансирование. Это примерно 10 миллионов, не менее 10 миллионов рублей на усадьбу. Обеспечение землей до одного гектара. Обеспечение инфраструктуры инженерной и социальной. Опыт финансирования малоэтажного строительства. В Европе это ССК – строительная сберегательная кооператива. Своебразная касса взаимопомощи. Десять человек между собой собираются, свои ресурсы складывают, и не только финансовые, но и трудовые, и строят дом в течение 10 лет по одному дому. И он в течение 10 лет решает проблему без всякого участия банков и так далее. В Соединенных Штатах это ипотечные кредиты, но тоже малоэтажное строительство, до 5% годовых. Мы убили свою диаграммографию чем? Во-первых, мы пошли на американские ипотечные кредиты, а во-вторых, тем, что мы ипотечные кредиты направили не на индивидуальное жилищное строительство, а на многоэтажное жилье. Ну и имеем то, что имеем. Приложение для Российской Федерации наше заключается в чем? Что? Организация Общенародного фонда под условным названием «Усадьба защитника Отечества». Потому что сегодня защитник Отечества не тот, кто воюет и кровь сегодня проливает, но и тот, кто будет настоящим серебрянином, и у которого будет многодетная семья. Это тоже защитники Отечества. Источник финансирования фонда. Вот, внимание, источник финансирования фонда. Комиссия от каждой финансовой транзакции. Если каждый из нас, вот, при финансовом, юридическом, физическом рельсом, всего лишь 0,1% от каждой финансовой транзакции, мы соберем в этот фонд в течение года 3,5 трлн рублей. А если 0,2%, то есть 2 рубля с тысячи, 7 трлн рублей. Ни банки нам не нужны, ни бюджет нам не нужен, ни эмиссия центрального банка и так далее, и так далее. Народные деньги. То есть мы идем по пути кассы взаимопомощи. Того же СССР, который в Европу все перестроил, но в масштабе всей страны. Вывод этого фонда – это касса взаимопомощи для молодых семей, спасающих Россию от вымирания. Следующее. Условия усадеб на кредитовании какие? Кредит выдается застройщику. Застройщик самостоятельно определяет способ строительства. Ход способ подряд или не смешанный. Никакой там банки, никакой скровы и так далее, и так далее. Размер кредита для Сибири, Дальнего Востока и малонасленных регионов – до 12 миллионов рублей, для прочих – 8 миллионов рублей. Размер кредита, размер процентной ставки, значит, соответственно, там для восточных – до 1%, а для прочих – 5%. Срок предоставления – до 30 лет и 20 лет. Зачем это нужно? Дифференцированный подход к кредитованию жилья стимулирует приток населения в малонаселенные районы. То есть, таким образом, его можно стимулировать, вернее, регулировать. Следующее. Решение земельного вопроса. Мобилизация земельных ресурсов в федеральной и региональной и муниципальной собственности для придачи фонду. Второе. Изъятие при необходимости частной земли на возмездной основе для государственных нужд по кадастровой стоимости у участников. Никакой экспроприации. Все по-доброму, все на... Следующее. Финансирование инфраструктуры. Электроснабжение, газоснабжение, широкополосный доступ к интернету за счет инвестиционных составляющих в тарифе ресурсов снабжающих организаций. Такой возможности у них нет. Есть, вернее. Водоснабжение и водоотведение средств застройщика. Дороги, подъезды, социальная инфраструктура – это, естественно, бюджетное средство. Масштаб проекта. Первые 5-10 лет... Вернее, первые 90 лет до 70... Не менее 70 тысяч усадеб в год. Это 100 миллионов метров квадратных. Примерно по 150-200 квадратных метров дом усадебный. В последующие годы, когда возврат уже пойдет к средствам с фонда, не менее миллиона или 150 миллионов метров квадратных. Размер активов Народного фонда 2050 года, если мы начнем с 2025 года, с учетом компенсации стоимости жилья для многодетных семей, составит не менее 150 триллионов рублей. Народные средства, наши с вами, вот в нашем общем кооперативе, в котором состоят будет 150 миллионов человек, не меньше, на первом этапе. Занятость в усадках, производство органической продукции, участие в 1-2-3 уровнях кооперативах, ну, это можно, наверное, сказать, целую лекцию прочитать на эту тему. Оказание различных рекреационных услуг, фриланс, бюджетная сфера и так далее, и так далее, и так далее. Следующая форма местного совправления, значит, мы пропагаем, что это будет община, 1500 человек, совет общины фармируется на профессиональной основе, врач, учитель, милиционер или шериф, мировой свой дядь и прочее, и на сословной основе, предприниматель, ветеран, военнослужащий, священник. Никаких ни популистов, ни аферистов не должно быть в местном совправлении. Дипографический прогноз мой. Рождаемость в Сибири и Дальнем Востоке при принятии этого проекта и прочих, по-моему, населенных территорий будет 4-5-9 дней. Рождаемость в прочих территориях участников проекта 3-4 ребенка, рождаемость не участников проекта 2-3 ребенка. Численность населения России к 2120 году через три поколения, варианты какие, пессимистические составит не менее, пессимистические 200 миллионов человек, оптимистические 250 миллионов человек. Я за оптимистический вариант, он вполне, так сказать, всех нас устраивает. Вывод какой. Приложенный проект усадьбизации России по своей значимости исторической, геополитической, экономической, социальной, градостроительной, расселенческой, духовно-нравственной не имеет аналогов в истории Российской Федерации. Давайте поддержим этот проект и реализуем, и спасем Россию. И вот только тепло родной силы даст для многонационального русского народа настоящие силы для возрождения. Спасибо.